Когда мы закончили влажную часть, сейчас я перейду на сухую, расскажу вам. И давайте я сразу расскажу про бренд Эко Тулс. Вот эта кисточка, почему на нее обратила внимание, кто-то из вас сказал, наверное, как крыло самолета стоит. Они стоят там чуть ли не, я не знаю, 3 фунта что ли, или 5, может быть, они недорогие. Она идет в очень хорошее сравнение с кистями, например, Том Форд. Вот, Том Форд мягче. Она действительно, это самое замечательное качество, которое я вообще встречала. Это Том Форда и Уэйн Голса кисти, вот эти. А на самом деле для бюджетного варианта недорогие совершенно наборы. Вот новый набор я себе купила. Это вот такие кисточки именно для, вот это хайлайтер, она поменьше. Хайлайтер среднего размера, это для румян. И вот это для пудры. Setting Powder. Такая пудра, рассыпчатая пудра, любая. Но она вообще, вы знаете, она вообще, вот она как перо. Она вообще мягкая, она изумительно мягкая, эта кисточка. Эко Тулс. Сейчас я вот здесь внизу напишу. Эко Тулс. Это, по-моему, американский бренд. Они высылают, по-моему, по всему миру. В общем, мне эта посылка пришла из Штата. И они у меня были уже какое-то время. Я их покупала в Бутсе, кстати. В UK они тоже продаются в Бутсе. Их можно онлайн заказать. Вот это моя очень старая кисточка Эко Тулс. Она для размешивания теней. Такая она, крупненькая довольно-таки. Вот. И еще что-то. Еще какие-то есть. А, вот тоже Эко Тулс. Вот сейчас мы про них пройдемся. Значит, это для пудры. Вот эти кисти у меня отдельно. Они сухие, для сухих продуктов. Те для, как бы, ликвид мокрых. Что здесь? Здесь у меня вот эта пудра, кисточка для пудры. Очень хорошо я ее использую для сухих, для сухого, как это, контурирования. Если бронзат, например, вот она делается. Она вот так, ее можно сжать даже. Вот. И также она очень хорошо для, по всему лицу, как бы, бронзат. Да? Или румяна. Вот. В принципе, для румян поменьше надо. Для румян у меня теперь две кисточки. Вот. Но я об этом все равно не жалею. Одна вот эта вот Эко Тулс сейчас пришла. И вот эта Вейн Гусс, которую я покупала года два, наверное, или три назад. Они вечные. Вот что хорошо, вот эти кисти, они вот, им ничего не делается. Это для румян. Здесь есть интересные... А, извините, это хайлайтер. Хайлайтер. Для румян я использую вот у меня две. Вот такие. Это еще маковская старая. Она, как бы, в принципе, и для пудры, наверное, тоже пригодится. Вот. А вот эта, как, вообще, как пух лебединый. О, какая она мягенькая. Как ее приятно. Она так хорошо это все. Все это... Вообще, в сравнении не идет с другими. Так ведь я румяна, по-моему, не сделала. Хайлайтер, например. Вот возьмем. А, вот этот же я еще вчера пробовала. Голографик. Давайте попробуем. Вот нюд, вот этот. Диор нюд. Ой, как хорошо. Вы знаете, как будто какой-то сатиновый такой. Ой, какая прелесть. Я его тут еще не пробовала. Надо сделать отдельный обзор. Ой, как приятно. Очень нежно пахнет розовый так, розой. Ну вот. Эко Тулс, девочки, очень сильно рекомендую. Если есть возможность у вас, если есть у вас состоит вопрос вот с кисточками, вы знаете, что я бы вот сейчас, если бы знала, я бы, может быть, и не тратила такие большие деньги на Уэйн Госсе, там и на Том Форда. Может, я вот эту бы купила, потому что вот этой кисточки сравнений нет. Это точно. Вот этой плоской кисточки я тоже, я не видела подобной, в смысле, конструкции, чтобы была по доступной цене. То есть дорогие бренды делают. И из дорогих брендов, если вы можете купить, например, кисти Шанель, то вы можете позволить себе Том Форд. Я бы покупала Том Форд. Шанель неплохие кисти, но они все равно, вот они какие-то все равно не так, не такого суперного качества. Вот эта кисточка хороша смешивать. Если вы, например, делаете бронзат вместе, если вы скульптурируете и делаете блаша, то она хорошо смешивает, делает как-то вот, ну, вместе, вместе создает лицо. Теперь я вам покажу. А, ну и пудра, естественно. Вот это для пудры, и вот это побольше тоже для пудры. Это для... Вот такая. У нас уже был разговор про Setting Powder, Setting Powder и Finishing Powder. Вот, например, Setting. Это хорошо, чтобы не было блеска, но она очень-очень-очень яркая. Она как вот, знаете, как вот прям лебединый пух. Чудесная. А вот это вот создает она немножечко более такой сатиновый. Кстати, Bay Minerals, они продают кисточку. Она там пополам. Половина черная, половина белая. Не покупайте ее, она плохая. Я ее выкинула. Она жесткая такая, и она не дает такого результата, как вот эти вот пушистые хорошие кисточки. Это я вам точно говорю. Дальше у нас идут те кисточки для глаз. Для глаз у меня не так много, как, может быть, некоторые думают. Вот это... Здесь, значит, есть пара кисточек таких прямых, с прямым углом. Во-первых, сначала маленькие вот эти. Вот это диоровская кисточка, малюсенькая. Она для консилера. Она также для подводки. И такая же у меня есть вот темная Wayne Ghost кисточка. Она немножечко помягче. Значит, когда вам нужна, допустим, мокрая подводка, вот лучше вот этой, она очень хорошо делает контур. Вот из тех темных теней можно, например, ее намочить и делать прям контур для глаз именно вот такими вот кистями. Видите? Вот они маленькие, плоские. Вот такие, короткие. Значит, есть вот это для... Тоже для контура, для подводки глаз. И такая же, такую же я купила, не знаю зачем. Это диоровская. А, я ее купила до этого. Я ее купила раньше, чем вот эта. Вот это Eco Tools кисточка. Вот такая. Прямая она, а эта вот скошенная. И у диоры есть вот такие кисточки, которые можно брать с собой, как карандаш. Вот она прям для таких, для тени. Маленькая она. Здесь есть для... Вот это моя самая любимая из... Есть для глаз у Wayne Goss'а кисточки шикарные. У него две у меня. Одна для нанесения. Она вот такая более... Видите? Она более-менее плоская такая. Вот очень мягкая, ну и пругая в то же время. А вот эта помягче, она подлиннее, более пушистая. У нее, видите, закругленный этот. Она такая кругленькая. Это для растушевывания, смешивания теней. Также вот такая и Eco Tools, побольше кисточки для смешивания. А вот эта Wayne Goss и вот эта Шала Тилбри, но она чуть побольше, Шала Тилбри побольше чуть-чуть, это Смаджи Браш. Вот эта у нее кисточка очень хорошая. И вот эта его также Смаджи Браш, она чуть-чуть подлиннее и поуже. Вот они слегка разные. Это для того, чтобы растушевывать тени или растушевывать, например, подводку внизу. Можно сделать ее более, как бы, ну, помягче. Вот. А вот эта у меня старая маковская. Тоже она скошенная, я мало ей, как бы, пользуюсь. Ну вот и все. Вот это кисточки. Я что хотела вам сказать. Из набора... Сейчас я вам покажу вот эти все свои Eco Tools. В принципе, Eco Tools делают чудесные кисточки, как я уже сказала. Они все отвечают вам, вашим нуждам, как бы, по всем статьям абсолютно. Там нет кисточки, которые бы они не делали, чтобы она была вам нужна. То есть вот как-то так. Вот из этих у меня вот эта вот... Вся эта компания. Видите, какие? Вот они. То есть я здесь набор сделала, как бы, по частям. Я там часть сестры отправила, часть подружки. Вот. И у меня еще я в запасе там держу у себя. Вот. Вот эти кисти, вот эти кисти, они по качеству ничуть не уступают брендовым кистям. Я вам это абсолютно точно заявляю, потому что я пользуюсь брендами очень много уже. И если, например, у меня была бы, ну, мне бы сказали, что за одну и ту же цену можно купить вот эту кисть для, например, Foundation или вот та же самая Wayne Goss. Да, она хорошая, она натуральная, это натуральная кисть. Я бы вот подумала, понимаете, но это стоит где-то раз, наверное, в 10 дороже, чем вот это. Это, по-моему, 60 с чем-то фунтов, а это, наверное, в 6, если одна отдельно. Отдельно. Поэтому подумайте. Эко-тулс, посмотрите, везде их продают. И я вам желаю приятных макияжей. Ну все, пока, до встречи. Что я забыла сказать, это как бы последний этот штрих. Эко-тулс, единственный бренд, который пишет, для чего, где, какая кисточка нужна. Например, вот такая. Ну как бы догадываться можно, да, что это для пудры. Написано. Sheer Powder. Видите? Вот это тоже вроде поменьше, да, тоже как для пудры. То есть ясно, что это для сухой продукции. Она слишком мягкая. Это Taped Blush. То есть Taped, это вот такой закругленный немножечко, закругленный кончик. Blush, это, естественно, это румяна. Для румян. Написано все. Для дураков, как я. Вот это, например, это как бы вот втирание без, безо всяких полосок, безо всяких, seamless, это как бы бесшовный. Без швов, без полосок, то есть без границ каких-то обозначенных. Вот это, видите, у нее какая пипочка? Вот это вот помягче, здесь она более такая интенсивная. А здесь вот такие вот волоски. Вот то есть все, все для всех, для все вот эти вот категории, они расписаны. И всем рассказано, что для чего. Вот это, например, Wonder Color Finish. То есть это для, правильно я сказала, для смешания цветов. Например, здесь у вас или скульптурирование, а здесь у вас, например, румяна. Вот это все, вот как бы оно вместе, вот она вот такой формы, вот она приводится вместе все в одно, как бы в одно целое. То есть, понимаете, да, о чем речь? В общем, девочки, я вам очень сильно вот эту марку рекомендую. Ну все, всего вам хорошего, хорошей, удачной недели. Пока.